OBD2 код неисправности техническое описание, система круиз-контроля, управление вакуумом, высокий уровень сигнала, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, марки автомобилей могут включать, но не ограничиваются ими, Dodge, Chrysler, Jeep, Chevy, Hyundai, Ram, Ford и т.д. В России существует множество возможных способов управления вашим круиз-контролем, один из производителей проспектов, который, как правило, используют для управления круиз-контролем, представляет собой управляемую вакуумом и управляемую систему. В большинстве случаев они используют вакуум как эффективный способ управления сервоприводом круиз-контроля или аналогичным управлением диафрагменного типа. Цепь контроля вакуума является неотъемлемой частью правильной работы этой системы, ESM, модуль управления двигателем, контролирует, регулирует сторону контроля вакуума соответственно, в зависимости от требований круиз-контроля оператора. Если контроллер ESUD теряет свои возможности мониторинга в цепи управления вакуумным режимом круиз-контроля, это, скорее всего, приведет к тому, что ваш круиз-контроль перестанет функционировать должным образом, во многих случаях эти системы будут включать вакуумный соленоид, который отвечает за управление потоком вакуума на стороне управления системы. То есть он контролирует скорость транспортного средства, когда круиз активен, то есть, в других системах, вакуумные обязанности объединены исключительно с сервоприводом круиз-контроля, как и во многих неисправностях, это может быть чисто электрическая проблема, вызванная механической неисправностью, или наоборот. Контролируя датчики круиз-контроля, цепи, переключатели и т.д., не говоря уже о всех других системах в вашем автомобиле, ESM обнаружил неисправность в цепи управления вакуумным круиз-контролем, скорее всего, одно или несколько очлеживаемых электрических значений вышли за пределы допустимого диапазона, то есть выходят за рамки значений, определенных производителем. Для P0584 это указывает на ситуацию с высоким напряжением внутри электрической цепи вакуумного круиз-контроля, какова серьезность этого кода неисправности. Честно говоря, эта ошибка не должна вызывать беспокойство с точки зрения безопасности, с учетом сказанного, серьезность устанавливается на низкий средний, любая проблема в вакуумной системе, которая часто поставляется, рециркулируется двигателем, должна решаться раньше, чем позже, учитывая некоторые возможные последствия пренебрежения ремонтом вакуумной системы. Я бы сказал, если вы специально определили, что двигатель не подвержен этой неисправности, как правило, в вакуумных системах, не оснащенных впускным отверстием, и вы можете жить без круиз-контроля, вы можете остановить эту ошибку, если ваш бюджет ограниченный или другие вещи имеют более высокий приоритет каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы диагностического кода P0584 могут включать, круиз-контроль не работает, SEL, проверьте лампочку двигателя, с подсветкой, некоторые функции не работают должным образом, например, установка, возобновление, ускорение и т.д. Скорость автомобиля неустойчива, даже если круиз установлен на определенную скорость, индикатор круиз-контроля постоянно включен в комбинации приборов, одна или несколько функций круиз-контроля не работают должным образом, свистящий шум из моторного отсека, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причины для этого кода круиз-контроля P0584 могут включать в себя, вакуумный соленоид неисправен, круиз-контроль неисправен, сервопривод, вакуумные линии сломаны, треснуты, отсоединены, изогнуты, механическое препятствие в рабочем диапазоне сервопривода Круиз-контроля, проблема с проводкой, например, короткое замыкание, обрыв, коррозия, сопротивление, раздражение и т.д. ИСМ, модуль управления двигателем, проблема, механическая закупорка в вакуумных каналах, захваченный серво-кабель круиз-контроля, утечка в вакуумной системе двигателя, проблема с разъемом, например, сломанные язычки, ржавые контакты, расплавленные корпуса, отсутствие изоляции и т.д. Каковы некоторые шаги диагностики и устранения неисправностей P0584? Первым шагом в процессе поиска и устранения неисправностей является поиск технических бюллетеней «ТСБ» на предмет известных проблем с конкретным автомобилем. Расширенные диагностические этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и могут потребовать соответствующего современного оборудования и знаний для точной работы. Ниже приведены основные этапы, но обратитесь к руководству по ремонту для конкретного года, марки, модели, трансмиссии для конкретных этапов для вашего автомобиля. Основной шаг номер одно первое, что нужно сделать, это открыть капот, чтобы проверить вещи в вашей системе круиз-контроля. Вы захотите отследить линию контроля вакуума, чтобы увидеть, куда она идет и что она контролирует. Если он идет непосредственно к вакуумному соленоиду, тщательно осмотрите вакуумные линии, соленоиды, сервопривод круиз-контроля на предмет физических повреждений. Все очевидное, должно быть отремонтировано, заменено перед дальнейшей диагностикой. Примечания. Осматривая сервопривод круиз-контроля, также убедитесь, что кабель не зацеплен, так как это может привести к тому, что контролируемые электрические параметры повсеместно изменятся. Основной шаг номер два Если вакуумный соленоид круиз-контроля присутствует, было бы разумно проверить его электрические параметры, чтобы исключить возможность внутренней неисправности, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы получить точные значения и процедуры, я видел их на Брандмауэре, в колодцах крыльев, во впускных коллекторах и так далее, поэтому убедитесь, что вы работаете с правильным соленоидом. Прежде чем что-то делать, если записанные значения выходят за пределы требуемых изготовителем значений, замените соленоид, очистите лампу двигателя и проверьте работу системы. Основной шаг номер три Если вы использовали вакуум-метр в той или иной точке, было бы неплохо контролировать вакуум в системе, чрезвычайно важно получить вакуум от определенных портов от систем впуска, вообще говоря, они будут располагаться на самом впускном коллекторе, но за подробностями обращайтесь к вашему руководству, Это сильно зависит от особенностей вашего двигателя, но обычно при рабочей температуре и правильном времени зажигания показания вакуума должны составлять около 50-55 кПа.